Продолжим стукать по голове эту неразумную нежить, пока она не одумается. Я вас приветствую, друзья, с вами Верус. Да, может хоть прибавится чуть-чуть мозгов у них тогда в этом случае, и всё пойдёт совсем иначе. Вюртбот у нас всё-таки уже защищён. Нуль будет сложновато сейчас забрать, но, возможно, Жаг двигается дальше. А Жагу нужно уничтожать эту армию, которая бежит просто... Раз... А, ну ты прям легко его разбиваешь, да? Прямо сейчас верят в тебя даже. Ну, хорошо, разбивай тогда. Разбивай, забирай. Сопротивление магии получай. И выполняй задачу с налётом. Конечно, если это засчитают нам за налёт, ну, как бы, чисто технически мы сидим в лагере и делаем налёт. Тут сейчас, как бы, всё совпало. Должно быть всё в одном. Аура дисциплины, дисциплина, дисциплина. Ну, давай, в любом случае тебе это всё вкачать можно будет по боевому навыку. Что впервые. Кабанчик ему не сильно нужен. У меня вот этот персонаж, как бы, просто стоит на передовой, и редко ему придётся бегать с одного фланга на другой. Вот здесь, после того, как Бекхафин возьмут, вопрос, ну, то, что его возьмут, так, скажем, вероятнее всего, и интриги практически нет. О, а Освальд тут пришёл, кстати, на помощь, по факту. Может, они драться будут между собой сейчас? Чё нам снимать осаду, правильно? Сейчас он нападёт, пусть на Лотара этого, пусть чуть подерутся, пусть чуть поразбираются. Ты мешаешь мне наниматься тоже, собака Рютер Егер. Ну, Рютера-то мы можем сейчас, если что, и уничтожить. У нас есть для этого всё, по-хорошему. У нас для этого есть всё. Давай, ладно, окей. Тебя уничтожим. Ну, пусть Вах приходит, пусть Вах увеличивается, плюс найму, потом восстание подавить. А, ещё нужно нам так-то, швырялочка там готовилась. Ну, понемножечку их будем ослаблять, попытаемся. Ну, вампиры на первом месте сейчас, это просто лютые звери просто. Архаон бы не прошёл бы и Пядя здесь. Земли не взял бы. Так, подкрепление подходит исключительно со спины. Замечательно. Можем на Рыцарей Крови направить. Давайте так и сделаем наших. Вот сюда. Подкрепление подходит, ну, практически из лесу. Но сделаем следующим образом пока что. Здесь выставим Гоблу. Ты на фланг. Всё, погнали. Они пойдут в атаку. У меня артиллерии нет, но они пойдут в атаку. Мы их заставим. Так, огненный шарик. Небольшой манёвр. И расстреливай. Всё, стукало. Стукало сюда. Стукало сюда. Лучнички. Закрываете фланг. Эту Гоблу можно перегнать сюда. И вы здесь. Всё. Больше подкреплений нет? Больше подкреплений нет. Ну и мы расстреливаем потихонечку Рыцарей Крови. Сильно не напрягаясь на этот счёт. Только, подожди. Вы всё-таки отступайте, но отступайте вот сюда. Не как неразумные белки. А подводим их под расстрел всей нашей линии лучников. Хотя я смотрю, они... Эти рыцари им пофигу. Они уже выбрали себе. Задачу и идут к выполнению этой самой поставленной задачи. Ну, они уже мертвы. В принципе, они ещё до начала боя были мертвы, да, всё-таки? Нежить. Тут лишь некроманты, можно сказать, живые. Остальные все... Вампиры-то тоже, по сути, умирают прежде, чем стать нежитью. Чё он так дёргается? Как будто святой водой его поливают. Отступаем. Так, вы стреляете. Вы стреляете. Но, 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 но! Залп! Залп, залп, господа! Давайте тогда вас корректируем, если вы не хотите определяться насчёт залпа. Здесь стражи могил. Ну, вот они, стражи могил с тяжёлым оружием. Вот против них, конечно, сейчас бы пострелять ещё лучником, но и так сойдёт, ладно. Залп! Давай! Постукало! Стукало-постукало! Стражи могил сюда. Лучников переключаем на этих зомби. Лучников переключаем на этих зомби. Объявляем небольшой ваг. Здесь мы колбаской пробегаем. Пробегаем колбасицкой. Колбасиной. Колбасенцей. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ай, полководец тут решил зацепить наших. О, ненадолго. Стреляем! Ай, стражи могил. Конечно, прорвались они здесь грамотно. Стражи могил так-то в любом случае тут побеждать должны наши. Работаем, работаем. Стражи могил убить их. Бегом. Ваг. Распадайтесь. На атомы. Здесь еще одни эти стражи, конечно. Лютые зверюги. Ха-ха! Ха-ха! Все, бегом-бегом-бегом-бегом-бегом. Живо-живо-живо-живо нужно все это оформлять. Пацаны, вернитесь. Расстреливайте вот этого. Ты полководца. Все остальное ерунда сейчас. Ну, это все. Быстренько, быстренько. Пускаем в расход. Лучники, не лезьте. Естественно, победа близка. Вы сомневались, что ли? Жалкий некроман что-то сделает нам разве? Нет, конечно. А нам нужно восполнить потери. Нам нужно здесь подготовиться к более серьезным, вполне возможно, атакам. Почему зомби еще не распадаются? Так в телеги верят? Я бы понял, если бы сейчас тут стража могил сражалась, а не эта шушера. Так, ладно, давайте расстреливайте не полководца, а пехота. Она развалится. Развалились. Молодцы. Тут мы осаду сняли. Армия может одна меня сейчас осадить, но исключительно просто ради того, чтобы я не восстанавливал потери. Только ради этого. И вывести армию тоже не могу сейчас. Если не... Хотя, артиллерию ладно уже. Поставить в найм можно будет попозже. Допустим, так если сделать. Стуки-стуки-зомби. То есть сейчас все равно нам нужно изучать что-то другое. Артиллерию я за один ход должен. Да, за один ход. Нанимай, отлично. Так что можно отменить. Артиллерию можно и отменить. А здесь еще элита у него. Уф, уф, уф. Я смотрю, прям сурово взялся за дело. Ставим лагерь. А этот пусть хочет, пусть бежит домой. Он не особо интересен. Берем швырялочки. Пару штук. Берем пару штук швырялок. И берем пацанов. Берем все-таки этих самых пацанов. И можно даже объединить вас. Взять еще одного полноценного. И получится практически целая армия у нас уже на следующий ход и есть. Папа-папа-папа-папа. Да, Зигвальд еще тут приперся один, да? Средине жития тоже есть, оказывается, Зигвальды. Блокада армии. А можно здесь замутить блокаду, попытаться? Петер Познер. Заблокировать тебя. Либо заблокировать Зигвальда. Чтоб он не напал. Но он может просто напасть сейчас. Хотя дотягивается в любом случае. Ну, плюс с тобой тогда. Так, Ракник. Ракник, Ракник, Ракник. Тебе еще нужно войска нанимать. Ты-то тут будешь сейчас в очень неприятной ситуации. Мягко говоря, в очень неприятной ситуации. Давайте кидалочку. Кидалочку-швырялочку. Возьмем, наверное, фанатиков парочку тебе. И парочку фанатиков. Еще пехоты, наверное, даже. Хотя бы два отряда. Там у нас в Ахе есть пехота. Но здесь пусть будет еще и в основной армии. В остальном стрелки как раз, если будет штурм против элиты, они то, что нужно. Они нам пригодятся. Ой, как сильно. Так, вас мы уничтожили. Здесь застраиваем Рейкланд. Улучшаем. Отто. Ну, я надеюсь, Отто сейчас будет разбит. У нас все-таки тут гарнизон более-менее. У него бомжи. И мы без проблем должны с этим справиться. Тут у меня армия. Сброд. Вот что было, что осталось, что добрали. Да, то и воюет. Реально. Мы ее слепили из того, что было. А потом, чем было, тем и победили. Другого тут быть не может. Чушь, алиминия, выединяйтесь-то, а? Я смотрю еще из Кавенова, стравят. И сейчас лесных эльфов-то вообще, судя по всему, захватить можно было бы. Уноси готовеньки. Королевская поляна тут слабо защищена сейчас. Не по-королевски как-то. Ладненько. Давай, идем на нуль. Сейчас. Наша задача брать нуль. Он вполне возможно сделает вылазку, если я оставлю осаду. Но у него уничтожены стены. У него, в принципе, пять проломов. Плюс. Плюс, плюс, плюс. У нас швырялочка. Давай, ладно. Давай штурманем. Сейчас аккуратненько в проломы будем их расстреливать. Они нам ничем не будут отвечать. Летуны, если вылетят, то мы им дадим жару. Стрелков пусть немного, но они есть. Так что... Тех же монстриков постараюсь уничтожить. Может, еще парочку отрядов пехоты без щитов. Это будет то, что нужно. Ну и обожаю, когда проломы все вот так вот рядышком. Отчасти это в кавычках сказано. Но зато вышка практически не будет активироваться. Есть шанс, что они все равно активируют, но... Не сильно. Пусть ваг подходит с той стороны. Мы напротив проломов становимся. Ворота в любом случае отправлю ломать. Ломать ворота будем все равно. Хотя, подожди, нет. Если делать так... То следующим образом. Свинтусы. Арахнорог. Взрывной сейчас очень хорошо зайдет. Взрывной сейчас обалденно может залететь. В нынешних условиях-то. Так, герои. И кавалерию. Можно спрятать, конечно, всю кавалерию. Сейчас все равно я ее не буду бросать в бой. Пусть сидит. Отдыхает. Так, подожди-ка. На всякий случай все-таки сделаю так. Так. Вышки эти, естественно, не активированы. Стрелки потихонечку подползают. Ты не кидайся пока. Без приказа ты будешь сейчас мазать только. Подходим. Очень аккуратно. Размеренно. Вот она вышка все-таки активирована. Здесь воины-скелеты решили выбежать. Ух ты, ворота уничтожены быстро. Останьтесь. Не лезьте. Бегом сюда. Уходим. Парахна-рог и швырялочки тоже нужно безопасность уволочь. Здесь один всего лишь отряд лучников. Пока что всех к воротам подводим. Лучникам запрещаем стрелять. Так, 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 так. Машины. Уходим. Что, ты вылазку решил сделать? Сейчас тебя поприветствуют любопили. Уходим. Одним рукавом махнул. Костями бросился. Так, рыцари крови. Убивайте рыцари крови. Если хотят воевать, то пусть воюют. Стреляем сюда, в точку. Жаль, магии нет. Сейчас бы тут и топ от копыт, и все, что можно было бы, залетало. Да елки-палки, да свалите вы. Выезжайте. Психи, давай. Просто выехать и стоять смотреть. Так, артиллерии отставить. Не стрелять. Здоровяк, отходи. Едьте подальше тогда. Ладно. Не можете, так не можете. Кстати, сейчас... А ну-ка, подожди, нет. Иди сюда. То есть, подководец справится. А вы запустите-ка вот эту вот... болтаночку. Давай, запускай гномов. Хотя тут это... Тут обычный. Перемалываем их. В труху, в муку. Это вместо магии у нас сейчас. Давай-давай-давай, рыцарик крови в расход. Да пусть бегут эти машины. Они вообще бесполезны сейчас. Без прокачки и без... Этого, уважали. Без грома они, по сути, бесполезны. Так, а ты встань напротив. Ты тоже будешь сейчас по рыцарям крови кидать камушки. Камушек. Вот, замечательно. Для элиты у нас и элитное обращение есть. Кстати, стражи могил молодцы. Рубятся знатно. Вперед. Ой-ой-ой, как-то вы закрутились. Здесь неправильно сейчас. Дошли до нужного отряда и... Слили, считай. Нельзя так. Нельзя. Ладно, давай, стражи могил с тяжелым оружием. Запускайте туда снаряды. Ждем-с. И все. Мы можем наших пауков, чтобы их сплотить. Но вообще, конечно, пауки сейчас классно бы заходили. И сплотить их, объединить. Вообще, тема, скажем. Была бы... Ситуация. Но мага нет. Не, маг у нас тут есть в разведке, да? Если что, можно его присоединить. И на самом деле поменять. Это будет правильнее, чем вот этот герой ненужный. По факту. Здесь. Так, мамка Арахнарок. Здесь стражи могил. Стрелков очень мало. Сейчас для этой битвы очень мало стрелков. Психи. Ну, давайте. Давайте. Опять они врезаются здесь. В невидимую стену непонимания. На этом все заканчивается. Давай-давай-давай-давай. Потихонечку расстреляешь. Чуть отступим. На зомбаков не тратьтесь. На зомбаков, если будете тратиться, тогда вообще не стреляйте даже. А ну-ка, лучнички. Подождите, лучники, лучники, лучники. А навесиком сможете попадать? Ой, отлично. Застреляйте в него. Один отряд гоблы, в принципе, стрелковый. Даже не прокаченный через там грома. Спокойненько сейчас его выключат. Пока ковыряются уши, носу. Причешем гриву. Так, рыцарей. Вы должны убить. Кого вы там стреляете? Их мало, но они все равно могут еще что-то сделать. Так что. Лучше. О, хотя смотрите, как он тут растянулся. Интересно. Спрятался. Расстреливаем. Да, это по факту будет нам мешать. Они стрелять сейчас не будут так эффективно, плотно. Так, а вы еще? Психи. Давай вот отсюда тогда записываем. Там безголового как раз. Ника. Разметелим чуть-чуть. Так, ты отстрелялся? Уходи. Ну-ка, давай элиту пока выстреливает. Ох, замечательно. Можно и сюда подвезти. На самом деле сейчас вас не везти через вышку, чтобы с этого угла еще эффективнее стрелять. А вот, допустим, с этого угла. Нет-нет, там с фланга будет засчитываться. Обстрелы и все будет хорошо. Ты стреляешь? Постреливают. Трать снаряды. Че ты бережешь? Вот тебе точно можно стрелять. Отдельно, конечно, нельзя отдать приказ стрелять, но... Тут вариантов других и нет. Так, телега свали. Давай, постреляй по духам. По духам, по духам, по духам. Вот, кстати, можно через этот отряд пропустить наши психо. Психо. Они еще могут и отразиться, и в него же залететь. Не, они начинают движение. Они в этом плане молодцы сейчас. Только в них эта способность залетает, они тут же уходят. Но больше вылазки нет. Он парочку отрядов вот слил, да, стражей и воинов-скелетов, и все. И на этом больше ни-ни. Я не полезу. Меня это не интересует. Давайте ворота так доломать. Сейчас сломаем ворота и пойдем уже на штурм. Как раз наши отстрелялись. Можно еще вас подвезти, конечно. По-быстрому. Тогда. Пусть они отстреляются. Работайте вот этих. В беззащитных. Ребятушки. Трое. Сюда на стены. Трое. Сюда на стены. Тут уже... Нет. Драка не началась. Лестницы на стене. Лестницы на стены. Никто пока что не лезет. Никто пока не реагирует на все это. Окей. Хорошо. Все-таки часть он начинает. Пытаться, наверное, перекрыть снег. Нет. Стража могилы он не хочет. Уводить. Все, отстреливайтесь, отстреливайтесь. Вы как раз огненными тут обалденно против нежити работаете. Времени у нас много. Но ускорение еще... Еще тьма. Давай, 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 давай. Хотя тут угрозы нет. Тут можно и понести лишние потери. Ну, то есть уничтожение нам не грозит. Здесь... Здесь не северные границы. Здесь все будет гораздо проще. Давай сюда. Постреливай вот этого. И уползи. И ты уползай. Здесь тогда уже начнем наш маленький штурм. Да не лезьте вы. Тут ворота. Ворота. Все. Пошла драка. Пошла драка. Заходим. Спускаемся. И теперь можно говорить в ак. Теперь можно говорить в ак. И врываться. Стражи могил. Здоровяк. Пехота. В принципе, полководец тоже пусть с героем принимает участие. Тут стража могил наших потрошит, но они на голову сильнее. Забегаем. Бегом, 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 бегом. Бегом, бегом, бегом. Че ты обходить-то начинаешь? Ты че не пролазишь здесь? Дружище, давай. А ну-ка. Давай, здесь никто щас не убежит. элиты нам в идеале распустить тут сейчас нужно будет ох сразу-то трикошетил как тогда бы не давал кидать ее так заходим раз и натиск чё наш ваг тут естественно отхватывает люлей малыш малыш зайди пожалуйста будь так любезен зайди в эту дверь вампиры хотят с тобой поздороваться вампиры жаждут твоего общества ну и все чисто теперь механическая работа тут у нас есть еще несколько элитных отрядов у него на площади но мы сначала разберемся с вот этими так гоблины сюда арахнарок можно тебя слить я даже не буду отводить тебя вот только паучков если что вызывай способности твои будем использовать и от вперед здоровяк паучиха ну чё ты бежишь то все нормально у нас тут ты либо погибни либо сражайся нет ты ближе под а вот отсюда даже призыв нифига себе говорил что не дотянешься сначала в раке да все добивайте добивайте вот этих конечно можно не сливать эти огненные ребята нам еще пригодятся подожди или тут если лучников то элитных сюда отправлять ее можно сливать и не щадить но и вас отправить можно все пауки вперед работаем работаем на площадь свинтусы ну еще есть вопросы у них конечно арахнарок сбежал окончательно бегом-бегом-бегом-бегом тут полководец справиться сам крайне в случае сейчас лита хотя не справится полководец тут есть еще некоторая шушера которая к нему уйдет бегом возвращайтесь город эх малит не зима давайте здоровяк разрывай всех это сегодня твой танцпол в итоге альдорф не спасли до от восстания этой армии и нуль пришлось штурмовать не в самых выгодных для себя условиях но победа уже одержанных герой возможно погиб вот что бывает когда герой нелюбимый все распались отлично первая победа ничего страшного тут армию обновлять в идеале нужно целиком и полностью громилу может быть оставим пока что с арахнароком этих бы распустить если они еще живым пехоту нанимать да герой слился ну отлично хотя его как агента можно было бы сейчас задействовать ну оккупируем просто территорию нуль просто ни о чем сейчас город после всех этих движух просто город нуль беги сюда беги 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 у нас есть маг для тебя сюда присоединяем его можно было даже до штурма задействовать нашего мага хотя бы взглядом он там гипнотизировал бы талисман спас бросок не давай сопротивление магии тебя возьмем жерель опернатовать тебе не особо-то и пригодится пусть этот предмет еще восполнение потерь скверну доход шанс покитить ну в принципе стоимость найма троллей ладно тут другого ничего и нет у нас есть доступные только гоблины стрелки либо из общего резерва три отряда если из общего резерва брать три отряда то предлагаю распустить тебя все-таки распустить хотя гоблинов наверно тоже сейчас распустим лучше стрелков гоблинов взять вас тоже распустим элитных ребят вас также распустим с винтусов тоже и вас наверное вот так сейчас посмотрим что у нас получается из всего троих лучников берем и троих да как раз возьмем пацанов наверно швырялочка хотя можно взять швырялочку считал очку элитную распустить швырялка будет элитная пусть уходит в резерв обратно даже арахнорока распустить но сейчас уже у нас места не так много ну давай пацанов если что на следующий ход мы будем дальше захватывать территории этим стеком должны будем справиться я думаю развернется сейчас карштайн фленсбург попытается взять но вряд ли он так позволит сейчас мне гулять тут по землям учитывая что я оставил города без защиты хочешь играть хочешь не играет делай чё хочешь тебя тогда сейчас я не поведу на территорию бретонии пойду сюда здесь да есть кстати элита точнее этот вариант постройки с троллями разрушим давайте тогда разрушим швырялочки кидалочки давай вот этого разрушим здесь да действительно троллей вернем на родину постройки это все ерунда сейчас это мы игнорим восстание неизбежно но здесь оно может нам вновь помочь а может и не помочь там как получится тем не менее мы разбив и захватив несколько городов сейчас вышли в плюс и ходов сдали немножко сдали ходов немножко тебя может даже вернуть сейчас вампиру если будут разбредаться разбегаться всеми своими стеками то нам нужны будут люди которые наблюдают за всем этим и скавины смотрите судя по всему скавину тут люто сейчас разносят в горах даже не зеленокожие не гномы доминируют а именно скавина ты зеленокожие живы зеленокожие неплохо так-то еще себя чувствует но им сложно и сэнчик вон одна армия пошла брать ракник если что эту осаду я думаю снимет хотя тут две их сюда он не полез здесь маленькими армиями двигается чё владик куда не домой владик бежит домой торопится изабелла сказала к ноге и он побежал сразу в вольфенбург ну пусть осада будет вольфенбург там сколько-то ходов мы еще кучу ходов можем держаться вещи разграбили скавины разграбили к сожалению то есть мне сейчас город достанется такой уже подзгнивший скажем так вот вот смотрите повстанцы снимают осаду опа и начинают осаду но меня это радует ужасные новости мой господин на северных пустошах вновь собираются темные силы армии хаоса перешли в наступление судя по всему они снова планируют вторгнуться в мир смертных как следует укрепите оборону мой господин ибо кровожадные орды хаоса не знают пощады не они с вампирами то не будут воевать со мной не по идее тоже сейчас не должны до воевать насколько я помню придет роковой час так кромсала задание получено любого персонажа вот как раз да возвращайся дружище возвращайся ты нам будешь сейчас нужен тут дорога привела ажага в бесплодные земли но пока корона гнала орка на юг его собственная воля постепенно возвращалась ажаг не мог устоять перед возможностью как следует пограбить или подраться поэтому его армия шла зигзагами то и дело отклоняясь от направления указанного короной впрочем однажды ажаг все таки уступил таинственному голосу и отправил его разведчика на юг так полная неудача ранение не получилось хотя он конечно прокачанный остермарк эссенчик а что за стек куча коррек кстати давненько я их не видел а здесь что за стек ну тут тоже так то неприятный такой стек но можно раз на раз выскочить можно сейчас выскочить будет раз на раз если что отправить ракника со своей ватагой стрелков кавалерию остановить расстрелять только если поселение в осаде теоретически если сейчас восстание продолжит осаждать биг хаффин у нас 10 ходов обновилась вся тема мы не понесли потерь вообще они сняли нашу осаду победили красавцы в итоге эта армия может тут остаться и мы выиграем от этого всего уже сместили их на второе место хотя раз дипломатию открыл давай собрат по короне что скажешь с хаосом мы естественно не воюем то есть и вампиры и мы не воюем с хаосом он сейчас будет не знаю чем заниматься мне же даже любопытно что он предпримет племя адского пика давай я тебе предложу против них нет отношение то улучшается но ты как то пока что не гори желание так повстанцы этот дружище куда пойдет мне интересно даже просто куда он двинется а я могу пока что то лапхаем взять но хертик слабенький хертик сам за себя не постоит сто процентов можно взять то лапхаем другой стороны укреплять его пока что два города он рядышком сможет пооборонять хороших крепких ты ну бери вечер куда деваться уже великан и к варенику нужно сходить а тампельгов укреплен нет тампельгов не укреплен а вечер вообще отдельная сейчас провинция провинция мутланд все как положено маленький городочек такой можно попытаться и порядок навести в ней ну давай торопиться не буду вечер берем провинцию забираем даже отремонтируем пусть полурослики кормят нас готовят вкусняхи вкусняхи готовьте 1 мочилова 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 давай тебе все-таки суровых пацанов сейчас будем хотя нет тарах на руки гоблинские я просто пацану и диких орков мы тебе в идеале стрелячих пацанов то будем подгонять потом из общего резерва швырялку сейчас распустим можно как раз стрелячих пацанов взять арахнорока тоже отпустим на волю пока что так 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 два отряда кавалерии этих есть плюс свиньи имеются давай стрелячих орков парочку этих объединим раз и пока для тебя обновление на этом ходу завершается на следующий ты берешь до тернбах тебя уже есть удар башкой в бою если что башка взрыв конечно круче то что на стене можно использовать но удар башкой если что в поле будет эффективно если что удар башкой будет в поле эффективнее но и здесь нам нужно либо разбивать повстанцев либо идти сюда набрать город я все-таки склоняюсь наверно к тому чтобы взять город а вот наш великий могучий вак тип вступающих отрядов может зависеть расположение армии лет главы вашей фракции а тут наверное пойдем разобьем манфреда фон карштайна лично его уничтожим он конечно будет драться он будет кусаться он будет летаться но у нас есть лучники пвошечка против них архаон пришел на архаону заняться нечем кстати вот можете посмотреть да архаон сейчас воюет но как архаон лично не пришел а чем фракцию хаосу не нема щас мы это знать не знаем да судя по всему ну ладно хорошо знать не знаем значит а если взять скавина допустим которые на границе молдор вот этих вот она на фракция до войны хаоса не открыто то есть нам воевать с ними и не придется может кракодрак пойдет но до сотого хода практически продержался кракодрак молодцы на этом на сегодня все с вами был веру всем добра пока